Вы знаете, вот по поводу Пригожина, газета Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, вот эти, утечка, которая произошла, сообщает о том, что Пригожин якобы готовился, или даже делал, не просто готовился, а делал предложение представителям украинских спецслужб, мол, я вам координаты, где находятся российские регулярные войска, а вы уступите несколько позиций в Бахмуте. Пригожин опровергла эту информацию, ГУРМО опровергла эту информацию, но все же мне показалась вот эта новость весьма любопытной, потому что там журналисты, американские журналисты пишут, что источник в Пентагоне не стал опровергать наличие этой информации. Давайте представим, что так все и было. Во-первых, нет, давайте так, как вы сначала к этому относитесь, а потом уже я спрошу... У меня два соображения по этому поводу. Я не буду сейчас оценивать достоверность этой информации, но это вполне могло быть теоретически. Но объективно все, что делает Пригожин, направлено на разложение и разрушение российской армии. Это совершенно очевидно. Он явно, у него есть своя повестка дня. Он стремится к власти. Он понимает, и не только к власти, а к громадной собственности. Он понимает, как и, в общем, я с этого начал, вот с этого настроения в российской эстеблишменте. Они все понимают, что война проиграна. Но вот Пригожин, как наиболее активный и решительный из них, он уже делает из этого выводы. Вот вся его пропаганда каждый день – это создание своей для себя политической платформы уже в послевоенной и послепутинской России. И вот здесь мы, я героически сражался на фронте. Я вот почти взял Бахмут. На нас нож в спину нанесли предатели в ТУ. Предатели сидят в генеральном штабе. Предатели сидят в Министерстве обороны. А кроме того, главные предатели сидят – это окравившие нас олигархи Рублевки. А последние его призывы поразительные, дословно напоминают большевистские листовки 1916-1917 года. Он обращается к солдатам, как он называется, святой русский солдат. Ты должен понять, что тебя бросили в ненужную тебе безмозговую войну. Я просто цитирую дословно. Ты должен порвать жопу тем, кто это сделал. То есть убивай своих офицеров и иди грабить дворянские усадьбы на Рублевке, пока это не сделали другие. Но точно это абсолютно большевистская пропаганда 16-17 года. Поэтому независимо от того, имеет какие-то связи с украинскими разведослушными пригодами, нет. У него своя повестка дня, и эта повестка дня работает на разложение российской армии, и она чрезвычайно полезна Украине. Это первое. Второе. О поведении американской прессы и, в частности, госеды в Вашингтон-Пост. Это не только эпизод с Пригожей. Но, предположим, это так, что украинская разведка, как в свое время германский генеральный штаб установил связь с Лениным, предположим, что Ленин ведь добивался своих целей, так же и Пригожин, он не друг Украину, он добивается своих целей, но в данный момент цели Украины и Пригожин совпадают. Разложение российской армии, прекращение войны. Он же и не скрывает своих предложений, что войну надо заканчивать, давайте вот закоктимся, как он говорит, за какой-то кусочек украинской земли и объявим, что мы победили. Ну, это недостаточно для Украины, конечно, но дело в том, что это идет на разложение армии. Ну, так почему наш союзник, Америка, значит, во-первых, обнародывает секретную информацию, очень чувствительную, носится с этим по всему миру, прибегает к Зеленскому. Вообще, вот победение Вашингтон-Пост, интервью Зеленского – это позор, позор американской журналистики. Но как можно, уголнокоманды… Слушайте, все понимают, что Украина сейчас защищает не только себя, она защищает весь западный мир. Ведь еще, представляете, в начале войны в Американстве разведка считала и не скрывала этого, что Киев падет через несколько дней. Так в случае этого планы России были очевидны совершенно, они же угрожали Западу, собирайте монатки, убирайтесь вон. Через неделю в ореоле этой победы Путин размахивал ядерные бомбы, был бы на границе Балтии и Польши. И, увеляю вас, вот Запад в том состоянии, в котором он был год назад, но он вступил бы ядерному шантажу. Украина уже спасла Запад и продолжает его спасать. И в это время вы устраиваете какие-то скандалы. Еще более скандальная статья, чем о Пригожине, была в том же Вашингтон-Пост, о том, что, видите, Зеленский – это не тот, за кого он себя выдает. Он злодей. Агрессивный. Это сволочь, вот эта самая Изабелла, как ее, я не знаю, какая армянская фамилия, я называю ее Изабелла Симонян. Она сознательно проводит этот шеф-бюро Вашингтон-Пост, ее нужно выгнать к чертовой матери немедленно из Киева. Это не первая, она все время публикует, она явно работает на Москву, или она вот ослеплена вот такой своей ролью великой независимой вашингтонской прессе, которая все подвергает сомнений. Идет война, в которой Украина, истекая кровью, защищает вас, сволочи. Так вы это, слушайте, я это не мой упрек американским властям. Кстати, в последнее время я говорил об этом много, если у нас будет, останется время, я тоже поговорю немножко о ситуации. Политическая изменилась очень удачно в нашу пользу. В Соединенных Штатах республиканская партия приняла жесткое решение критиковать Байдена за недостаточную помощь Украине. И, в общем, на государственном уровне очень многое сдвинулось в нашу пользу. Но вот разобраться в этой ситуации, слушайте, что здесь, во-первых, эти сволочи, американцы нас подслушивали. Подслушали, причем самые чувствительные разговоры о ходе войны, об операциях и секретных. Ну, хорошо, послушайте, ради бог с вами, союзники, если вы так делаете. Но они-то вслили на какую-то помойку на этот сайт Дискорд. Но, мало того, на этой помойке все это болталось несколько месяцев. Никто бы на это не обратил внимания. Пока тоже Нью-Йорк Таймс и Вашингтон просто не вытащили эти материалы. Не вытащили меня на ненедякий громадный вред Украине. Так Вашингтон просто не успокоилась. Ему мало. Прошел, когда этот скандал закончился, а оно снова вытаскивает один за другим скандал. Оказывается, какой плохой, какой агрессивный Зеленский. И это делает по отношению к союзнику, который, истекая кровью, вас защищает. А вы ставите еще перед ним какие-то ограничения. Зеленского допрашивали. Как он мог планировать операции по ударам российской территории? А как иначе? Россия-агрессор, она заняла там 20% в руках, уничтожает украинские города. Да, самолеты уничтожающих поднимаются с аэродромов на российской территории и не заходят в украинское воздушное пространство. И Россия, и Украина должна отчитываться этой мать. Изабелли Симонян, почему она наносит удары по этим аэродромам. Это просто невероятно. Это не укладывается ни в какие рамки. Эта сволочь должна быть немедленно изгнана из Киева. Ну вот это по поводу Пригожина. Да, просто для наших зрителей, скажем два слова, напомним. Что Вашингтон-Пост, издание, о котором мы сейчас говорим, не так давно написало, что в секретных документах США утверждается, что якобы Зеленский в частных беседах предлагал занять пограничные российские города. И его допрашивала, вот именно это слово я бы тоже употреблял, журналистка, о которой вы сказали, вспомнили, Андрей Андреевич. Значит, Зеленский назвал это фантазиями и сказал о том, что Украина никого не оккупировала, а наоборот. Ну, в общем, это все не важно, но я абсолютно согласен с Вашей логикой, с Вашей риторикой, потому что это идет во брелет Украине и на пользу России. Терпеть эту дрянь в Киеве больше невозможно. Надо, несмотря на все союзнические отношения с Соединенными Штанами, только учат эти союзы. Да, кстати, я вот задавался, может, мы все с вами все-таки бывшие советские люди, может, мы что-то не понимаем в роли прессы. Нет, пресса должна как-то себя особо вести, это особо у вас. Я прочел в Вашингтон-Пост все комментарии, сотни комментариев по статье. Это и Изабелла Симоньян, и по интервью, когда она сказала, все комментарии такого же характера, как мои. Американцы просто вызвали, это позор, отказываются от подписки на Вашингтон-Пост. Это позор, это позорное поведение по отношению к героическому, истекающему крови союзников, которым вы еще торгуетесь по поводу каждой новой порции помощи, а потом устраиваете допросы. А почему Зеленский осмелился подумать о нанесении удара? Какой он жестокий и коварный человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok